Приветствую вас. Ну, во-первых, надо сказать, что пока ребёнку не исполнилось 16 лет, вы, собственно, как родитель, наверное, обязаны для него делать хотя бы самое минимальное, да? Готовить одежду, стирать его одежду, вот, и покупать какие-то самые необходимые вещи, если он, собственно, сам с ней покупает, да? Вот. А во всем остальном, вот именно во всем остальном, я думаю, вы не обязаны что-либо делать. То есть вы обязаны следить за тем, чтобы ребёнок был в сетх, дочнее, предоставлять ему возможность насыщаться. Вы обязаны предоставить ему чистую одежду, та, которая есть. Вы обязаны обеспечить его возможностью поддерживать личную гигиену, чистоту, вот так вот, свою собственную. Не своих, не своей комнатой, свою собственную. Вы обязаны предоставить ему ресурсы для обучения, то есть учебники, принадлежности для письма, вот, технические средства, да и, в принципе, всё. Вот, пожалуй, как родители, как родители, у вас больше обязанностей нет. Вот. Больше и сверх этого делать можно только по желанию, если, ладно, такое желание есть. Не потому что надо, не потому что так должно быть, а потому что вы этого хотите. То есть вы этого либо хотите, либо нет. Вам этого либо хочется, либо не хочется, всё. Больше, в принципе, говорить здесь не ошем. Другой вопрос, что судя по тому тексту, судя по характеру вашего текста, вы как будто не уверены, как будто не уверены в том, что делаете всё правильно. И вас волнует, вас волнует тема оценок вашего ребёнка, чтобы говорить, что учится плохо. Вы почему-то выделяете 4 часа на компьютер, телефон, то есть такие ограничения весьма странного рода. Какую цель преследовать эти самые ограничения. Вот. Очевидно, что ребёнок растёт без отца. Ответ означает, что вы с отцом ребёнка не смогли построить отношения и расстались. Расставание с мужчиной – это следствие определённых ваших поведенческих моделей, которые привели к этому. И ребёнок не мог не перенять у вас эти самые поведенческие модели, о наличии которых вы можете даже не осознавать. Поэтому, это купе с тем, что вы пишите про сравнивание ребёнком от того, что есть у вас, того, что есть у других людей. А представляет, по-видимому, вашу собственную проблему. И собственную проблему, состоящую из конфликтов, из неуверенности в себе, из сомнений и прочих. Да? Например, непринятие того материального положения, в котором вы находитесь. Например, восприятие на свой счёт того, что ребёнок не ценит то, что вы для него делаете. Того, что ребёнок имеет плохие оценки. И так далее. Да? То есть, вот этот вот момент воспринятия нашего счёта, он тоже очень важный по той простой причине, что это ваша неустойчивость представлений о себе. Это именно ваша неустойчивость представлений. А раз неустойчивость представлений у вас, то она же есть и у ребёнка. И у ребёнка неустойчивость проявляется в том, что вы описываете. У тех дороже, у тех больше, что-то я делать хочу, чего-то я делать не хочу. Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. Поэтому первое, что нужно, это разобраться в себе и гармонизировать ваше состояние, освободив его от противоречий. Чтобы вы могли демонстрировать ребёнку чистую модель, а не искажённую сомнениями, страхами и прочим. И с другой стороны, необходимо привлечь мужскую фигуру для взаимодействия мальчика с ней, с этой мужской фигурой. Чтобы мужская фигура учила ребёнка быть мужчиной, учила ребёнка быть ответственным. Но ответственностью справедливости ради способны научить его и вы, чем если перестанете заничиться и позволите ему столкнуться со всеми негативными последствиями его действий. Да? Ну, к примеру. Вы можете провернуть историю с бельём. Если ребёнок сможет стирать бельё сам, ну, как сам, я уверен, у вас стиральная машина, я имею ввиду, что... Если ребёнок может закинуть бельё в стиральную машину, там у нас этот порошок, вот, и включить её, то... А он этого не делает, то, очевидно, ну, человек несколько не приспособлен к жизни, да, не приспособлен к тому, что о себе заботится научно. И здесь вы включаете тактику жёсткой любви, при которой стираете всю одежду, кроме его. А его одежду, например, не стираете, говоря о том, что, ну, зачем я её буду стирать, если ты её не стираешь. Тебе же на неё откровенно плевать, да? Вот. То есть, как бы, говоришь и говоришь, что ты этим не доволен, там, и прочее, прочее. Вот. И одежда тебе не нравится, ну, другую-другую мы позволить себе не можем, а вот ту одежду, которая у нас есть, тебе не нравится. Ну, соответственно, зачем я её буду стирать, да? Тратить на это воду, порошок, электричество. Зачем? Собственно, нет, не будет. Поэтому, вы не стираете. И сталкиваете ребёнка с проблемой последствий своих действий и с проблемой переоценки того, что у него есть. Сейчас, по сути, по сути, по сути, вы хотите, чтобы ребёнок ценил то, что вы для него делаете, при этом не прикладывая к этому как таковых усилий. Во своей стране. То есть, вы хотите, чтобы самостоятельно ничего не делая, а ребёнок научился приценить то, что вы для него делаете и покупать. Не получится. Без действий с вашей страны. Это первое. Второе, как сказала моя коллега Светлана, собственно, для ребёнка вы делаете что-то просто так. Ребёнок не может некоторые вещи оценить в силу того, что они у него всегда были. Но это совершенно не означает, что их у него нужно отбирать. Поэтому здесь ваша позиция и правда несколько странно звучит, потому что не ценит то, что для него делается и покупается. Во-первых, где делается кем, покупается кем, делается зачем и покупается зачем. Если это самое необходимое, то это ваша обязанность. И делаете вы это не для себя, а для ребёнка. А получается, что делаете для себя. Расходите, чтобы он это ценил. Также вы забываете о том, что речь идёт про подростковый период. А подростковый период это тяжёлый период для ребёнка. Вот это период, в котором человек ни много ни мало переживает кризис, по сути. Когда одни ценности становятся неважными, вторые ценности становятся очень важными. Когда идёт гормональная перестройка, вот, когда появляется потребность в принадлежности к какой-то группе, а этого, например, не происходит, что косвенно подтверждает его фраза о том, что у других всё дороже и больше. То есть это вот потребность в принадлежности к определённого рода группе. Но вопрос заключается в том, какие желания транслирует ребёнок, свои или ваши. И вот сделать так, чтобы ребёнка не наполняли ваши желания и ваши собственные предсвечия, а только его желания и его собственные предсвечия, в котором ему можно помочь. Вам необходимо сначала разобраться в себе и у самой убрать все противоречия. А потом и ребёнку будет легче помочь, ну, в том смысле, чтобы направить его туда, куда он хочет. В общем-то, то же самое касается и учёбы. То есть, если человек не хочет учиться, то заставляя его, вы вызовите отвращение к учёбе и ненависть к себе. Куда лучше, если он столкнётся с определённым негативом в школе, с определённым неодобрением в школе и так далее. При этом вам необходимо научиться технике Я-сообщения и освоить активное слушание. Попробнее об этом вы можете почитать в книге Юлии Борисовны Губенрейтера «Общаться с ребёнком как». Если решите, почитайте, думаю, будет полезно. Там две части, книги бесплатные. Но, преди, чем это делать, я рекомендую всё-таки разобраться в себе. Ну, как максимум, можно параллельно это делать, вот, но именно параллельно. То есть, сперва необходимо разобраться в себе, это важно, собственно, что вы будете транслировать. Потому что, если вы будете транслировать ребёнку, к примеру, неприятно, когда сравнивают там материальное положение, ну, это будет, скорее, деструктивная история для вас и для ребёнка, чем позитивная. Поэтому, что именно вы выражаете, нужно тоже понимать и нужно тоже адекватно отфильтровывать, грубо говоря. Вот. Такой момент, такой ответ. Я надеюсь, что помог вам. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.